Добрый вечер. Это вчера написали. Так считаю. Как вы относитесь к семейным расстановкам? Как к решению кармической проблемы? Очень трудно строить отношения. Я хорошо отношусь к семейным расстановкам. Понимаете, вот что такое семейные расстановки? Это то, чему должны нас учить в школе. Вот чему человек в школе должен учиться? Женщина. Раньше учились женщины в женских гимназиях. Чему там их учили? Их учили отношениям, как заботиться о близких. Их учили иностранным языкам, психологии, медицине. Учили тому, что нужно женщины для жизни. Понимаете? Не учили их как бы анатомии инфузории туфельки и как бы сколько чешуйков у питона на коже. Женщине это не практично знать в жизни. Ей практично знать, как строить отношения, как правильно одеваться, как разговаривать правильно, как ухаживать за людьми, как знакомиться правильно, как общаться, как заботиться, как лечить, как помогать людям, как ухаживать за пожилыми людьми. Когда женщина все это образование получает Она может дальше что хочешь делать Хочет выучиться, допустим, на химика Пожалуйста, нет проблем Если ты уже женщина, дальше на кого хочешь учись Главное женщиной стать, понимаете? Если женщина женщиной стала, у ней нет проблем Что такое семейные расстановки? Это ликбез Это нам просто дают образование Как жить в отношениях То есть расстановки означают Женщина хочет быть мужиком Ее раз назад поставили на женское место Расстановки Мужик хочет там женщиной быть Иди сюда, сюда тебя Дальше Дети хотят родителями назад К детям Всех на место поставили И началась гармония в семье Потому что семейная энергия создана Богом Когда каждый свою роль выполняет Сразу все божественное создание начинает действовать Семья – это божественное творение Там все гармонично должно быть на самом деле Если каждый знает свое место Супруга не верит в Бога А вы верите, что ли? Считает, что Бог внутри каждого из нас Так она верит в Бога Бог внутри каждого из нас Считай, не считай Я сегодня молился Поклонялся своему духовному учителю Неожиданно я начал чувствовать Нектар, исходящий из сердца Нектар Я почувствовал, что это отблеск Бог мне дал чуть-чуть себя понюхать Сердце Но этого даже мне хватило Чтобы почувствовать, что я вечный Что я хочу служить всегда Богу Что я хочу помогать людям Много чего я почувствовал в этот момент Бог в сердце каждого из нас Это факт Если нет, как объяснить обратное? Супруга пытается Руководить семейными отношениями Какими они должны быть? Так все женщины Руководят семейными отношениями Просто одни дурые Делают это явно А другие умные Делают это тайно Все женщины Руководят семейными отношениями Мужики не могут Руководить семейными отношениями Они в них не квалифицированы, они не разбираются в семейных отношениях. Это женщины создают отношения. Мужчина даже просто начинает женщины отношения строить, она ему говорит, пойдем вот так, целоваться будем вот так. Она его учит, как с собой отношения строить. И он подчиняется полностью. Потом что, в семейной жизни он руководит ситуацией, что ли? Самый лучший вариант для женщины показать мужчине, что он руководит ситуацией. Потому что все равно он ситуацией не руководит, хоть какая-то гармония будет в семье. А дуры, они постоянно сами делают, показывают, что я руковожу ситуацией. Это значит, что мужчина будет постоянно сопротивляться этому. Если человек не хочет, чтобы делать операцию, надо его обмануть, уложить его на хирургический стол тихонечко и сказать ему, что он лег на диван. Так же с мужчиной в семейной жизни тоже. Надо показать ему, что никто тобой не управляет. Ты сам руководишь всем. И слушаться его во всем. Как же тогда женщина руководит, если она во всем слушается мужа? Очень просто, надо понять. Свойство мужчины такое. Когда женщина слушается мужа во всем и согласна с ней со всем, что он говорит, она может делать в жизни все, что хочет. Потому что в этом случае мужчина все простит. Главное, чтобы она его слушалась. Если он спросит, почему ты так сделала? В этот момент надо застыть вот так вот. Сказать, я не знаю, как так получилось. И он сразу скажет, ну, женщина, что с тебя возьмешь? Видите, смотрите, сидят мужчины здесь. Они все слышат. Я же секреты выдаю вам, секреты. И поднимите мужчины, кто не согласен так жить. Есть мужчины, которые не согласны, чтобы так было? Видите, все согласны. Мужчины все согласны. Не согласны, что женщины будут делать, как хотят, лишь бы они слушались. Все мужчины согласны. Так что тогда вы беспокоитесь женщиной об этом? Видите, все как согласны. Все нормально. Надо просто слушаться, быть разумной женщиной, а не дурой. И тогда все будет по-твоему, по-вашему. Все будет, как вы хотите в семейной жизни. Но если вы не хотите быть разумной, хотите быть дурой, тогда извините. Как сделать так, чтобы петух постоянно клевался? Надо его дразнить. Вот если петух, допустим, сидит на наборе, он постоянно... Постоянно орет, показывает, я крутой, я крутой постоянно. Ну, вы проходите мимо, как бы, можете делать все, что угодно. Но только не надо рядом с ним вставать и то же самое делать. Если вы это сделали, значит, вы вызвали его на бой. Не надо рядом с петухом тоже говорить, что я крутой. Значит, он будет драться до последнего. Если хочешь рядом с петухом жить, значит, надо делать вид, что он крутой. Этого достаточно, чтобы делать все, что угодно. Можно делать все, что угодно в семье женщины. Но не надо никогда выступать мужчине, показывать, что я лучше разбираюсь во всем. Этого не надо делать. Потому что в нем просыпается петух сразу, он начинает драться. Или орать, или еще что-то. И у него это происходит рефлекторно. Как если по коленке стукнуть, нога вот так отлетает. Понимаете? Поэтому по коленке стучать не надо. По башке можешь получить ногой. Нечаянно. Так у мужчины работает эта система. Супруга пытается руководить семейными отношениями. Это нормально. Как организовать семейный отдых, если супруга спорит, все предложения отвергает? Значит, вы никак не организуете семейный отдых. Пускай она сама организует. Сама скажет, куда поедем, что не будем делать. Нет вариантов. Если женщина не понимает, что надо соглашаться, тогда, значит, не будет счастья. Счастье в семье может быть только, когда женщина осознала, как себя вести рядом с мужем. Для этого она должна получить образование. Потому что женщины учатся в три раза лучше, чем мужчины. Женщине нужно во всем получить образование. Смотрите, мужская и женская природа отличаются друг от друга. Как? Как? Женщина специалист в том, что она знает. Ей страшно идти в ту область, которая неизведана для нее. Понятно? Женщина хороший специалист в том, что она знает. Она эксперт в том, что она знает. То, что неизведано для нее, она туда даже не суется, боится суваться. Потому что это для нее очень страшно. Как устроена мужская природа? Если мужчина что-то знает, это ему уже неинтересно. Он всегда суется туда, где неизвестно. Ему надо лезть туда, где неизвестно. Тебе башке дают, ему туда надо лезть. Поэтому у них сферы влияния разные у мужчин и женщин. Женщина специалист в личной жизни. Надо дать ей возможность. Пускай она сама организует. Но если женщина постоянно воюет с мужем, с его мнением, это значит, что она просто недоразвитая, неразумная. Потому что она не понимает, как работает мужская психика. Мужчина не может терпеть, когда с ним спорит жена. Не может терпеть. С ним надо соглашаться и направлять его на свою мысль потом. Например, муж начал грубо разговаривать. Надо подойти к нему и сказать, а мы сейчас не грубим друг другу, как ты думаешь? Не надо ему говорить, мы грубим друг другу. Или ты грубишь мне, еще хуже. Надо его спросить, мы сейчас не грубим друг другу, как ты считаешь? Он скажет, может и грубим. И поменяет уже способ беседы. Он должен сам это признать. Сам признать. Сыну девять. Ну, если вы вот жене своей расскажете то, что я вам сказал, вам это не поможет. Потому что вам положено, чтобы жена была такой по карме. Если вы хотите, чтобы она другой стала, для этого надо молиться и просто служить ей по-мужски, заботиться о ней. Когда мужчина выполняет свои обязанности, даже не помышляя о том, чтобы жена исправилась, даже не помышляя об этом, просто служит святому человеку, выполняет свои обязанности, то в это время у женщины рождается благодарность из сердца, а вместе с благодарностью у нее из сердца выходит все, что должно быть для счастья мужчины. Точно так же надо поступать к мужу. Надо служить мужу, святости молиться, служить мужу и даже не помышлять, чтобы он исправился. Надо просто служить бескорыстно. И когда он наглеет, чуть-чуть подальше от него держаться. Когда он ведет себя хорошо, поближе. И когда он спрашивает, чего я не так делаю, надо сказать правду, но очень мягко и ненавязчиво. Понятно? Тогда будет гармония в семье. Почему муж не понимает, как жить правильно? Почему он дурак такой тупой? Потому что так действует твоя карма. Веды говорят, что когда карма вступает в силу супруга, близкого человека, то близкий человек, у него как шоры, знаете, вот лошадям шоры надевают на глаза, и они по бокам ничего не видят. Так близкий человек ничего не видит, что он вытворяет, когда карма близкого человека заставляет его вытворять. Поэтому мы в этом случае как роботы, понимаете? Вот я, допустим, люблю свою жену, но если начнет плохая карма ее действовать, мне реально будет сразу очень трудно понять, что это подвох. Я начну себя вести так, как надо, для того, чтобы она страдала. И только потом я смогу в молитве осознать, что я был неправ, если я молюсь. А если я не молюсь, так и вообще не осознаю. Вообще мне будет казаться, что я правильно поступаю. Понимаете? Удивительно, как и устроен этот мир. Поэтому чего обвинять близких людей? Это бессмыслица. Уже сыну 9 лет. Уже несколько лет замечаю его огромный интерес к сексуальной теме. Здрасте. Да, этот интерес направлен на меня. Посоветуйте пути решения этой проблемы. Если вы в иллюзии думаете, что у хоть одного человека в этом мире нет интереса к сексуальной теме, то вы находитесь в жутком заблуждении. В ведах есть такая шлока, такая фраза, что если человек, мужчина, если мужчина не реагирует на обнаженную женщину, которая сидит рядом с ним, фраза такая, если мужчина совсем не реагирует на обнаженную, красивую, привлекательную женщину, которая сидит рядом с ним, допустим, на лавочке, представьте, я сижу на лавочке, и со мной рядом садится обнаженная, красивая, привлекательная женщина. я на нее совсем не реагирую то это не значит что я импотент нет это значит другое что у меня и тени греха в сердце нет и тени греха веда говорится этот человек полностью освобожден от материальных страданий такой человек все у него нет уже низ ни грехов в сердце ни проблем в сердце нет все он святой гуляй радуйся жизни ты освобожден от всех проблем в этом мире но всех остальных людей есть вожделение у женщин и мужчин разница никакой нет просто кажется что у женщин его нет и кажется что у мужчин она гораздо больше это просто кажется так на самом деле разницы особой нет никакой что мужчин что у женщин вожделение или желание наслаждаться телом противоположного пола есть даже у детей и это нормально что делать сейчас объясню мои хорошие я буду вам объяснять всегда это пока вы не поймете что это надо делать а понять это очень сложно пока в вашей семье не будет поднят уровень духовной энергии на определенный уровень когда открывается совесть да люди поклоняются в семье богу постепенно совести становится больше в семье не важно один человек поклоняется ли все вместе энергетика все равно общая мы в одном котле варимся понимаете человек один начинает поклоняться богу святости в своей семье энергетика совести возрастает и в какой-то момент вот эта семейная совесть открывается так открывается в какой-то момент и когда она открывается сыну стыдно станет думать о том чтобы испытывать наслаждение отношению к телу матери а также ему стыдно будет вообще этим заниматься думать об этом дома ну например когда он будет выходить в интернет что порнуху посмотреть ему будет стыдно в таком доме где эта энергетика совести очень сильно об этом этим заниматься все такой выход другого выхода нет приложите усилия чтобы ваш дом осветился энергии чистоты которая будет делать ваша собственная молитва это чё такое почему как найти духовного учителя что ли мне просто то вам вот расскажет мой наставник добрый день это значит сегодня или вчера утром написали прошу вам рассказать ваше мнение по поводу однополых браков которые все больше и больше разрастаются в разных государствах как объясняют веды такие отклонения у людей первое что надо понять что это отклонение это первое что он потому что многие не считают что это отклонение не считает что это нормально вот этом проблема реально и второе надо понять почему эти отклонения возникают из-за усугубления кармы человека чем тяжелее карма тем больше идет в эту сторону я вам помните вчера расписывал как карма расходится у человека и потом как они они уже сходятся друг с другом чем больше усугубляется карма тем больше у человека появляется в половой жизни отклонений так например карма иногда уходит сторону желания заниматься сексом животными на туда тоже может уйти это карма или с трупами допустим это тоже реально человека влечет к трупам поэтому он сначала убивает человека пока тепленький секса сексом с ним занимается почему так происходит почему человека тянет таким вещам потому что грехов очень много в сердце причина в этом и вы спросите меня но олег геннадь что можно же без этого обойтись если бы он мог обойтись без этого людей бы не убивал это значит что у человека уже крайняя степень тяжести кармы в сердце что делать вопрос да люди живут однополыми браками что делать надо молиться богу вот с кем живешь тем и молись а потом уже судьба когда сердце начнет очищаться судьба постепенно все исправит я знаю таких молодых людей которые просто начали молиться богу и потом раз и разошлись друг с другом сказали ну давай теперь жить правильно и разошлись обнялись последний раз поцеловались и разошлись все когда человек посвящает свою жизнь истине высшему свету его сердце просветляется и он начинает становиться лучше такой человек лучше понимает как ему жить дальше вот такой выход и чем меньше наша цивилизация будет заниматься духовной практикой тем больше она будет уходить вот в эти все отношения однополые браки там вся мерзость разная которая есть в этом мире она вся будет возрастать потом это мерзость проникнет в историю в историю и эти люди которые склонны к таким однополым благом они будут описывать что на самом деле и александр македонский и много других людей были такими же гомосексуалистами постепенно будут добавить добираться они до апостолов и так далее понимаете ну то есть мерзость она везде распространяется она может и в историю войти а если вы хотите мерзость эту питаться этой мерзостью тогда живите в интернет это самый лучший способ питаться мерзостью потому что в интернет говорит каждый все что хочет там нет законов понимаете однополые браки это нормально это результат деградации общества и нам надо жить в том обществе в котором мы находимся это нормально ничего страшного в этом нет надо просто жить дальше и жить хорошо хорошо означает духовной практикой начать заниматься очистить свое сердце и потерять по потерять интерес к таким отношениям вот и все это нормально но что делать в таком обществе мы живем надо принять то общество которое мы живем как вы относитесь гражданскому браку это семья или просто сожительство видите как люди с помощью термина навели тень на плетень термин просто поменяли термин это способ делать или создавать иллюзию термин поменять на самом деле в нашей в россии по крайней мере в советском союзе был такой термин сожительство или на английском по моему cohabitation что такое сожительство термин был такой но так как сожительство стало слишком много решили узаконить это но в государстве сказать это нормально и назвали это великим словом но почти что орден ленина дают людям гражданский брак просто интересно что вот когда люди расписываются называется просто брак а когда люди живут сожительствуют называется гражданский брак наверное чтоб они не печалились и так что такое гражданский брак это сожительство или брак это сожительство снюхались снюхались но жить собой друг с другом не планируют долго поэтому не расписываются некоторые люди они сами себя уверяют что они сожительствуют просто потому что они не доверяют законам государства и для них роспись ничего не значит они верят просто друг другу такие люди так думают но на самом деле в сердце своем глубоко глубоко в сердце они расписывают просто потому что не доверяют друг другу и откуда берется гражданский брак гражданский брак берется из культуры в которой мы живем понимать если люди не верят бога то и какие основания друг другу доверять вот какие основания человек гулял всю жизнь и теперь я с ним начала жить потому что мы друг друга полюбили ну какие основания ему доверять если он всю жизнь гулял значит придет время опять начнет гулять и чем я с ним тогда жить всю жизнь таким гулящим я и боюсь этого человека но живу с ним называется сожительство откуда она возникает из-за того что ты в джунглях живешь иди в мир цивилизованных людей цивилизованная жизнь ведах веда говорится или цивилизованная жизнь равно равно религиозное другой цивилизованной жизни не бывает не светская вот эта жизнь вот этот светский цвет общества до светская жизнь очень красивые одежды вальс танцуем мы уже не так дергаемся вальс танцуем светская жизнь это не цивилизованная жизнь потому что даже при петре первом когда светское общество только создавалась в россии уже были измены тогда эти светские люди просто постоянно флильтовали друг с другом изменяли из этого были дуэли стрелялись они и мучили друг друга светская жизнь не цивилизованная они считали себя очень цивилизованная это не цивилизованные дикари просто они делают вид эти дикари что живут уже не в джунглях можно конечно джунгли облагородить но понимаете чтобы жить не в джунглях для этого надо жить не в лесу а в законном месте законы есть там где есть бог с люди не верят бога там нет законов понимаете совести потому что нет поэтому живите в религиозном обществе и вас там заставят расписаться по любому вот вы говорите я то хочу расписаться а муж не хочет но вы найдите себе религиозных друзей поближе к религиозным людям будьте они просто объяснят популярно вашему мужу что надо расписаться это нехорошо жить с незаконной женой рождаются незаконные дети незаконные дети означает проклятые по-русски сказать проклятые потому что почему человек венчается знаете почему человек венчается у нас нет образования что это такое сейчас объясню если несколько причин и как мы строим с богом отношения в случае мы перед богом стоим и говорим мы хотим всю жизнь быть вместе раз кляемся тебе в этом пиши всю жизнь не хотим быть вместе раз быть хоть это будет трудно мы клянемся тебе в этом раз второе мы клянемся не заниматься развратом не изменять друг другу это все в венчании прописано когда человек венчается он все это озвучивает мы клянемся не заниматься развратом мы клянемся любить друг друга всю жизнь заботиться друг от други и даже если будет трудно близкому человеку не бросать его теперь вопрос что в ответ а в ответ бог дает несколько обещаний человеку первое обещание если вы судьба вас будет разрывать я защищу вас от этого как защитит это его делаешь есть разные способы бога защитить семью второе обещание у вас семье будут рождаться законные дети законные означает желанные те дети которые принесут счастье не страдания счастье в жизни второе обещание бога третье дальше обещание бога вы будете чувствовать себя друг друга настоящими родственниками это тоже важное обещание потому что люди когда живут сожительством хоть они себе внушают это но чувствовать друг друга родственниками они не могут они живут с чужим человеком по факту потому что это чувство родственное чувство дает только бог человеку в сердце после венчания мои хорошие даже не после росписи после росписи тоже есть родственное чувство но исходит от родственников родственники говорят вы теперь муж и жена а вот когда венчание происходит бог уже это говорит человеку в сердце и он чувствует да вот а теперь я чувствую что это моя жена и жена звучит очень возвышенно слово и муж тоже очень возвышенно слово звучит очень возвышенно звучит в этом случае после венчания ушла от мужа так как он не изменял не бога больше терпеть такую жизнь как исправить это если возвращаться не хочу мы говорили об этом надо молиться раскаиваться и постепенно бог простит а потом надо жить среди лебедей не среди ворон учиться не надо создавать семью пока не нашла свою веру не нашла себе наставника не нашла себе тех людей которые защитят тебя от вот таких пакостей которые в джунглях происходят пока в джунглях не надо создавать семью потому что кота в мешке берешь не знаешь что человек будет делать может у него привычка такая изменять он не хочет по-другому жить но он тебя полюбил и говорит я буду все как ты хочешь но потом же тает постепенно чувство вот это чувство тает и человек начинает развязать все руки он уже меньше ценит жизнь с тобой и больше начинает ценить свое желание наслаждаться другими женщинами но если человек живет в обществе где есть законы нравственности до такой человек не может так себе это позволить ему стыдно перед теми людьми которые его окружают мне много друзей которые так не делают они если они чувствуют что так пошло они его вставят на место этого человека говорит ты чё дурак зачем ты так живешь последствия будут очень плохие не надо тебе так делать они отрезвляют его говорят ну простите что-то у меня повело крышу поэтому ну что получилось вы же в жили не там где надо не с теми людьми где надо но муж гулял ну ничего страшного помолитесь побольше богу чтобы он дал вам возможность новую семью создать пока сердце будет привязано к этому человеку не будет возможности сдавать вы будете встречать людей каких временных пока сердце привязан бог не отпустил не простил временных людей будете встречать когда человек не понимает что такое понятие семья муж у него постоянно временные люди приходят его жизнь и об этом песня смотрите в этой песне слово муж заменено на слово друг и очень символично потому что именно в таких таких отношениях всегда бывает так как поется в песне со мною вот что происходит ко мне мой старый друг не ходит а ходит в праздной суете непостоянные не те знаете откуда песня родилась